Рынок новых автомобилей в России снова шатает. На этот раз мы столкнулись с ситуацией, где предложение превышает спрос. Или, говоря иначе, люди все меньше и меньше покупают новые автомобили в автосалонах. Задний двор дилеров, где хранятся машины, переполнен, а продавать автомобили нужно. Ведь автобизнес, это тот самый процесс, произвел-продал, произвел-продал. Застоев не потерпит. При всем при этом ключевую ставку центральный банк поднимает, кредиты становятся все дороже и дороже. И на сегодняшний день люди могут столкнуться с такой ситуацией, когда приходят в автосалон к официальному дилеру, видят расчет по кредиту, где ставка превышает 20% годовых. Давайте зададимся вопросом, а зачем вообще покупать новый китайский автомобиль? Ведь можно купить корейский, европейский, немецкий, японский автомобиль, да, с пробегом, но выгоднее и надежной проверенной временем. Так ли это? Обо всем этом мы сегодня и поговорим. Друзья, всем привет! Как вам такое начало? В описании вас уже ждут тайм-коды по каждой теме из этого выпуска, для того, чтобы понимать в деталях, что происходит на нашем рынке и какая перспектива ждет нас с вами в январе-феврале, ведь уже через 10 дней год кончается и машины станут прошлогодними. А как же дополнительная скидка на старый автомобиль? Вот посмотрите внимательно этот ролик и вы обо всем будете в курсе. Без лишних бла-бла-бла. Приятного просмотра. Поехали! Ну и по традиции мы начнем с конца, для того, чтобы я вам напомнил кратенькую предысторию, что вообще происходило с рынком автомобилей в этом году. Как вы знаете, на нашем рынке сегодня официально продаются только Lada и китайцы, но при этом, если вдруг кто-то из вас захочет купить нового корейца, японца, немца и прочего-прочего, запросто, любой каприз за ваши деньги, машина будет стоять возле вашего дома, но с пометочкой. Параллельный импорт, привезенный из-за границы. В том числе привозят активные и автомобили с пробегом. Мы же сегодня с вами сосредотачиваемся на рынок новых автомобилей, но про вторичку поговорим немножко чуть позже. В течение года многие люди сталкивались с такой ситуацией, что приходишь к дилеру, машины либо есть, либо их очень мало, а где-то звонишь, а машина уже продана. Когда будет еще, непонятно. То есть местами был дефицит, и люди активно машины покупали, покупали, покупали. Но примерно с сентября этого года пошел вот такой заметный спад. Практически по всем маркам автомобилей, которые сегодня продаются в нашей стране, за исключением парочки. О них тоже поговорю. Сентябрь у дилеров становится какой-то так себе. Ну, спишем на то, что лето прошло, люди только возвращаются от пусков и так далее. Октябрь становится еще хуже. В ноябрь дилеры начинают жаловаться по всей нашей стране. В частности, по Москве, где обычно большая движуха, большой трафик. Некоторые официалы мне говорят, у нас спрос упал до 80%. До 80%. Что происходит на деле параллельно с производством новых автомобилей? Китайцы наращивают производство. Машины едут, едут, едут. И далее, я думаю, все из вас встречали вот такую новость, что склады переполнены. Рынок перенасыщен. Машин стало огромное количество. С пометочкой. Далеко не все марки и модели перенасытились на рынке. Но основные это хавал, черри, джили, чанганы и подобные. Они действительно стали в изобилии. При всем при этом начинает массово, как я считаю, и отмечают многие внимание менеджеры по продажам, падать спрос. Одна из причин этому ключевая ставка. О ней мы поговорим тоже чуть позже. Значит, что сегодня можно увидеть у официальных дилеров? Заходишь в салон, а там тишина. И это происходит практически у всех дилеров, за исключением тех, кто удачно расположен, кто на одном месте сидит уже 20-30 лет с момента вообще появления официальных дилеров в России, где хороший трафик и там еще кое-как движение есть. Но в основном ребята отмечают, что если раньше в процессе рабочего дня к 12 часам могло поступить уже, я скажу так, 10 звонков на человека, то теперь это 3-4 звонка. И зачастую это звонки серии просто спросить, что-либо уточнить, до дела они не доходят. А продавать-то что-то нужно, ведь процесс работает следующим образом. Производитель делает автомобиль, отгружает его дилеру, выставляет счет, который тот должен оплатить, и уже дальше реализовывать автомобили. И процесс должен идти постоянно. Конвейер, он не должен останавливаться. Если он будет останавливаться, начнется, мягко говоря, жопа. Как она выглядит, я думаю, мы поговорим об этом уже в следующих выпусках, потому что она с такими темпами продаж не за горами. Друзья, ну а на дворе канун 2024 года, и наверняка у многих из вас в голове вопрос, что подарить своим близким, другу, коллеге, возможно, второй половинке. В силу того, что я знаю, что среди вас огромное количество автолюбителей, у меня для вас есть интересный вариант. Комбо-устройство и новинка от компании iBox. Видеорегистратор и радар-детектор. Супер-дальнобойное умное устройство iBox F5 Laser Scan Wi-Fi Signature Dual. Это гаджет, который поможет вам ездить, соблюдая ПДД. Так как камер на дорогах становится все больше и больше, и радар не даст вам зазеваться и нарушить правила дорожного движения. Вот за счет дальности детектирования камер на дороге, устройство обладает модернизированной рупорной антенной, с улучшенным функционалом и обновляемой со смартфона базой камер. А дополнительная глобальная система навигации GLONASS дает более точное определение местоположения, чем GPS. А теперь о самой камере видеорегистратора. Она снимает с углом обзора 170 градусов. В кадр попадает 6 полос дорожного полотна и обочины. Запись будет вестись не только спереди, но и сзади. Так как есть возможность подключить вторую дополнительную камеру, и у нас получается некий круговой обзор. 170 градусов спереди и 160 градусов сзади. И все это без эффекта рыбьего глаза. Формат съемки 60 кадров в секунду в Full HD разрешении. Стоп-кадры из видео будут в два раза четче, чем у аналогов. И в этом также поможет антибликовый фильтр, который идет в комплекте. И вот благодаря технологии Type-C Dual-Sync можно подключить камеру заднего вида и питание в один разъем. Ну а все записанные файлы в моменте можно посмотреть на вашем смартфоне. Обновляется устройство по Wi-Fi, носить домой его и подключать к ПК не нужно. Большой яркий экран, отключение звука происходит жестом руки. Режим парковки, Wi-Fi модуль, переворот дисплея работает в диапазоне от минус 30 до плюс 55 градусов. Ну и к устройству идет два варианта креплений. Один на присоске и второй на скотче. Оба надежно фиксируются. И ко всему этому вы получаете три года цифровой гарантии. Чтобы ее получить, нужно просто-напросто зарегистрироваться в личном кабинете. Переходите по ссылочке в описании и покупайте устройство. А по промокоду МАШКОВ вы получите скидку в 2500 рублей. Что делать, когда машины есть? Продавать нужно, а трафика нет, людей нет. Ну конечно же, наше любимое. Делать скидки, дополнительные поддержки, делать рассылки. Я думаю, за последний месяц-два многие из вас, кто интересуется покупкой автомобилей, кто сами посматривают по сторонам, уже видели. Скидки, скидки, скидки. Приезжайте, мы вам готовы сделать бешеные скидки по некоторым маркам, как например по черри. Они могут доходить до 1 миллиона рублей. И это реально скидка. Но при этом все равно люди не приходят массово покупать автомобили. Что же происходит? Одна из причин, как предполагают многие, это повышение ключевой ставки. Ставка становится все выше и выше. На сегодняшний день она уже перешагнула отметку 16. Соответственно, кредиты становятся тоже выше. Приведу вам простой пример. Когда у компании Cherry появилась такая замечательная программа, как рассрочка на 7 лет, поначалу она стоила примерно 200-300 тысяч рублей. Рассрочка на 7 лет. 0,01, но за деньги. Но за деньги. Все как мы любим. На сегодняшний день такая рассрочка стоит порядка 800 тысяч рублей. 800 тысяч рублей. Далее. Люди приходят покупать автомобиль, хотят взять кредиты. Видят ставки 18, 19, 20. Местами люди присылали расчеты. Им уже втыкали ставки дилера 22 и 25 процентов на 5 лет. Там бешеные переплаты. И те, кто мало-мальски понимают, осознают, что кредит становится невыгодным. А покупка автомобиля далеко не у всех, но в большинстве случаев происходит именно с кредитным плечом. На основании повышенной ставки у людей происходит стоп. И к новым цифрам, к новым ценникам, ко всему нужно привыкнуть, нужно посидеть, посчитать. Потому что здесь внимание за руками есть над чем считать. Что многие люди сейчас пока что не понимают, но, как надеются, дилеры они поймут. Рассказываю вам инсайт не с целью принудить вас к покупке, а для того, чтобы вы просто понимали, что считать. Одно время автомобили стоили дороже, без учета тех поддержек, которые на них делают сейчас. Но при этом ставки были ниже. Соответственно, кредит был более доступный. Сейчас происходит примерно следующая ситуация. Ставки становятся выше, а новые автомобили за счет поддержек ниже. То есть, смотрите, раз, положение рук, два положения рук. По сути, оно никак не поменялось. Ставка стала выше, кредит стал дороже, но цена стала ниже. Таким образом, что покупать автомобиль 3 месяца назад с более низкой ставкой, что сейчас по факту равно. Одно и то же. Вы ни выгоды не получите, ни в цене не потеряете, если делать вот эти вот точные расчеты цифра в цифру. Но когда человек приходит и видит ставку 20%, ответ у него идет следующий. Павел ты нахрен, с такой ставкой я покупать не буду. Тем не менее, задача от руководства свыше, для простого менеджера, стоит одна. Про-да-вать. Именно поэтому включаются те самые знакомые многим инструменты, когда вас пытаются заманить в салон низкой ценой. Без конца я получаю предложение, где людям рассказывают грандиозные предложения. Машина, которой реальная цена, вот чтоб голову вам не пудрить, там 2 миллиона 200 тысяч рублей. Ему эту машину предлагают за миллион 800. Но это крайне низкая цена, она не может такой быть. Но задача простая, заманить вас в салон. Прибегают к старым проверенным методам. Поэтому вот здесь ваше ухо должно держаться в остро. Если где-то кто-то вам поет, что приходи, 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 низкие цены, все говорят, что цены низкие, спроса нет, мы сливаем склад, допустить, что вам сделают хорошее предложение, конечно, можно. Но крайне хорошим или чудесно хорошим оно быть не может. Я связался с разными дилерами, отмечаю так, что просадка есть, но не до 80%, как у некоторых. А было 10, сейчас минус 20%. Не так сильно, опять же, год еще не закончился. Я вам озвучиваю актуальную информацию на момент декабря 2023 года. Поэтому кое-как мы выплывем, продажа совершим. Но при этом есть картина, как, например, с дилерами Хавал. Одно время появилась новинка Хавал М6. Ее было, как говорится, днем с огнем не сыскать. Там, где машина появлялась, силу того, что был спрос, была вроде бы как адекватная цена, поддержки по кредитам и прочее, люди быстренько эти машины забирали. Сейчас же один из дилеров мне отвечает, что у нас на парковку общую менеджеров и сотрудников салона не пускают, так как машины ставить негде. Он говорит, что Хавалов скопилось более 100 штук. Приходи, М6, только модель М6. Приходи, выбирай любую. Мы готовы уже реально машину отдавать в минус, но и в минус никто не берет. И вот, чтобы не быть голословным, я вам приведу живой пример. Мы с вами заходим на официальный сайт Хавал, открываем модель М6. Вот, обратите внимание, две комплектации с автоматом и с механикой. Смотрим на комплектацию с автоматом. Цена 2 миллиона 300 тысяч рублей. Округляю в большую сторону. И вот вам список цен от официального дилера, где эту машину готова вам продать за наличку на 210 тысяч ниже. Почему я на это делаю акцент? Летом этого года, вначале, я искал эту машину человеку. Я это веду там в Телеграме, если я показываю. Продавали в лучшем случае в розницу, либо даже с наценкой. А здесь на прошло время, обычного сцена только растут, минус 210. Если ты хочешь рассрочку, пожалуйста, тебе скинут еще 50 тысяч. И никто ничего в рассрочку втютьюхивать тебе не будет. Никаких страховок в жизни ничего. Лишь бы ты купил, пожалуйста, купи, забери ее. Полис, каска, как везде, обязателен. Трейд-ин, вопрос спорный. Потому, что все хотят оценку, как на досках объявлениях по верху. И еще, чтобы была поддержка в виде 100 тысяч рублей. Здесь индивидуально. Ну и, конечно же, зима. Шины в подарок, ковры в подарок. Как вам? Это на самом деле выгодно считается. То есть, есть просадка. Пожалуйста. В новостях делают пометку, что не стоит ожидать существенных скидок, существенного снижения цен. Ну, я это могу прокомментировать только так. Что не стоит ожидать, что в силу того, что спрос упал, что скидки сделают минус 500 тысяч рублей или минус миллион. Типа машины стоят, никто не покупает, давай мне минус 2. Дели на 2 цену, я ее заберу. Такого, конечно, не будет. Значит, вот подобные таблички, вы давно уже знаете, я выкладываю в телеграм-каналы. Можете зайти, посмотреть, там все расписано, помечено и так далее. Как минимум, это те цены, на которые вы должны ориентироваться. Они реальны. Я себя выкладываю цены честные. То есть, не будет такого, что плюс 200-300 тысяч надо закладывать на страховки жизни, габа и прочее. Короче, здесь даже размусоливать не буду. Вы уже об этом все прекрасно знаете. Ссылка на телеграм в описании и в первом закрепленном комментарии. Мы же продолжаем дальше. Что отмечу я? Огромное количество сейчас пытается людей что-либо считать. Я получаю много звонков, много писем с одним и тем же вопросом. Я бы машину купил, но хочу понять, за сколько оценят мой автомобиль в трейд-ин. Вот это самый частый вопрос сегодня при покупке автомобиля. Вы должны понимать, что все дилеры Москва, Питер, другие крупные города, некрупные города считают по-разному. Нет того, что одну и ту же машину все будут оценивать одинаково. Важно понять, за сколько оценят ваш автомобиль. При этом важно понимать, почем вам продадут новый автомобиль. Кто-то сделает вам самую высокую оценку, но и продаст новый автомобиль, как минимум предложат купить его тоже по самой высокой цене. И где-то наоборот, самая низкая цена на новый автомобиль и самая низкая оценка. И вот во всем этом нужно разбираться, все это нужно взвешивать. Поэтому хотите понять, где выгоднее всего, катайтесь вот прям по всем и собирайте информацию. Это первое. То же самое с кредитами. Услышьте, пожалуйста, вот казалось бы, я эту информацию озвучил уже пятый, а может быть там и седьмой год. Что кредит, когда вам по телефону говорят, честный, прозрачный, не обманем. Это вот, скажем так, казино повезет, не повезет, 50 на 50. Действительно есть ситуации, где в силу того, что продать надо, вам дадут честный кредит пустой, лишь бы ты купил. А бывает зачастую так, что вас специально пытаются заманить заведомо низкой ценой, возвращаясь с начала этого выпуска, для того, чтобы воткнуть вам в этот кредит дополнительную финансовую нагрузку и надеяться, что вы не заметите. И как показывает практика, сегодня значительный процент продаж происходит именно с обманом людей, которые не замечают этого. Ведь человека волнует одно. Ежемесячный платеж и ставка по кредиту. Вот казалось бы, да, согласитесь, те, кто смотрит часто выпуски, я часто об этом говорю, но это работает по сей день. Сколько я буду платить, какая у меня будет ставка. Все. Если вот эти два ответа устраивают человека, оформляй, а уж что он там купил машину на 300 или полмиллиона дороже, это дело десятое. Ставка устроила и платеж устроил. Таким образом, картина складывается так, что производители и дилеры с пониманием того, что продавать надо, а спроса особо-то нету, действительно пытаются понижать цены. Но люди видят ключевую ставку и она, как многие считают, их отпугивает. Потому что все те, кто хотят купить именно с кредитом, в виде ставки просто хватаются там за сердце и офигевают от них. И им нужно вот этот момент пережить. И здесь два варианта. Либо его принять, понять и пойти покупать с новыми ставками, но при этом машина будет по более низкой цене. Потому что на сегодняшний день, если посмотреть, автомобили некоторые продаются по цене ниже, чем они были в начале года. И вот здесь в дело вступает простая математика. Если у вас есть вся сумма денег наличкой на желаемый автомобиль, то вам действительно можно сейчас с выгодой урвать автомобиль с кредитом ради скидки. Где действительно будут честные прозрачные условия, где вы заплатите только за плюс поле сказка. Не забывайте, что если у вас есть 3DIN, в силу того, что спрос падает на новый автомобиль, спрос точно так же падает и на автомобили с пробегом. Если полгода назад вы видели за ваш автомобиль вот такой ценник, то сейчас этот ценник точно так же будет скатываться вниз, так как машина никто не покупает. Я мониторю некоторые позиции по вторичке и вижу, что некоторые люди по полгода по году пытаются продавать автомобиль и сейчас начинают потихоньку снижаться. Но в силу того, что это потихоньку уже началось с сентября-октября, машина все так же висит в продаже и никто ее не покупает. Но вот совершить то самое желаемое комбо, когда вы ваш автомобиль сдаете в 3DIN или продаете по верху рынка, при этом идете покупаете новый автомобиль с кредитом ради скидки, получаете еще дополнительную выгоду и вы такой прям действительно победитель. Сегодня такая возможность есть, наверное, у единиц. Опять же, в силу того, что многие люди действительно очень долго думают, принимают решения. Те, кто так сделал, они есть. Продал машину, месяц походил без нее, здесь начинается спад, спрос падает и он приходит покупает. Есть такие люди, их много и они, что называется, заслуживают уважения, правильно, денежку сэкономил, считай, заработал. А многие из тех, кто ждет и надеется, что завтра будет еще лучше, но потом просто-напросто наступит тот самый момент, когда ключевая ставка начнет падать, те, кто успеют, заберут машины по старым условиям, по выгодным. А те, кто будут ждать, что дальше будет еще выгоднее, ведь ставка станет еще ниже, профукует тот самый момент, когда цены опять начнут расти. Ведь халявы прям полноценные, никто нам никогда не даст. Это нужно запомнить. Таким образом, мы с вами озвучили две темы, переходим к следующей. Я думаю, вы обратили внимание, что на столе у меня стоит кружечка брендированная кофе Монтара. Ой, а что это у меня здесь? Да-да, друзья, кофе в пакетиках специальных, в фильтрованных пакетах, который мне не так давно пришел. Я его пью, ничем он не хуже кофе из кофе-машинки. Часто люди спрашивают, ну как он по вкусу, а что вам мешает, перейти по ссылочке в описании и на всем известных маркетплейсах заказать себе его с доставочкой на дом. Попробуйте и напишите в дальнейшем ваше мнение, как вам кофеек. А доставка осуществляется по всей России. Мы же продолжаем. Третья тема, которую затронем кратенько, но по существу, это автомобили с пробегом. И вот здесь у нас с вами будет хорошая зарисовочка. Значит, смотрите, открываю вам следующую переписку. Я делал публикацию в сообществе YouTube, что буду снимать выпуск. И вот какой комментарий пишет человек. Ситуация на рынке это отчет, как продаются китайские повозки у официальных дилеров. Это неинтересно смотреть, где обзор рынка европейских авто. Почему в твоих видео только чань хуя не сплошные? Далее можете посмотреть переписку. Она в открытом доступе. Это не какая-то тайна. Здесь ключевой смысл в следующем. Человек задает вопрос, где европейские машины? Отвечаю. Ребята, я специализируюсь исключительно на новых машинах. И всегда про них снимал. В них я разбираюсь. В сценообразовании ситуации я про них рассказываю. Рынок вторички, я понимаю, что он интересен многим. Мне он тоже интересен. Поэтому давайте опускаться дальше по переписке. Вот здесь, как говорится, то, что можно будет нам с вами обсудить в комментариях. Это извечный спор, что покупать. Новое или с пробегом? Значит, вот он пишет. Зачем новые? Привезенных машин с небольшим пробегом очень много. И стоит это разумных денег. Для примера, ну вот он дальше перечисляет. Чем не конкурент Манжаре? Манжара сегодня можно купить по параллельному импорту за 3 миллиона 650 тысяч рублей. Из наличия, пожалуйста, ком-утиль сбор включен, русификация включена. Гарантии не будет, как и у любого другого привезенного автомобиля. 3,650. Человек же фиксирует следующее. Можно купить BMW X3 2 литра дизель. Чем он хуже Манжаре? Ну, давайте посмотрим, какую ссылочку он мне пришлет. Подчеркиваю, это не какая-то скрытая рекламная интеграция. Вот, 3 миллиона 939 тысяч, я даже наглость возьму, 3 миллиона 900 ровно. Спишем на то, что торг уместен, приехал, поторговался. Машина 2020 года, то есть совсем скоро, ей будет уже четвертый год. Раз. Далее, пробег у автомобиля 94 тысячи километров. Спишем на то, что честный пробег, никакого обмана нету, ничего нигде не скручено. Ведь привезен из-за бугра, там все по-другому. Далее, смотрим по комплектации. Это простая комплектация, не М-пакет. Автомобиль идет у нас на тряпке. И даже по фотографиям видно, что он такой немножко замызганный. Но вопрос, что лучше? Вот ответьте, пожалуйста, мне вы. Особенно те, кто купил. Не те, кто сидят, покупать ничего не собираются, денег нет. Но дают советы, что надо взять. Вот те, кто купил Манжаро, дайте развернутый комментарий. Почему вы выбрали его? Те, кто купил вторичку по цене, условно, современных новых китайцев. От дилеров или привезенных новых. Это интересно посмотреть. И на основании этого родилась следующая мысль. Что я хочу сделать дальше? Я хочу запустить серию роликов, где мы с людьми, кто занимается автоподбором, на живом примере покажем и расскажем вам следующую картину. У человека бюджет миллион рублей. Что он хотел, что он покупает, чтобы вот стояла машина, которую он купил. Подборщик выйдет и просто независимо расскажет, сколько машин смотрели, что в каком состоянии. Человек, который вот ездит, тыкает эти машины, проверяет, изучает их. Послушаем, чем руководствовался человек, который покупает машину за миллион. И у нас получится хороший, интересный материал. Далее мы посмотрим машину за полтора миллиона, за два, за два с половиной, за три. И таким образом мы с вами окунемся в реалии рынка, потому что некоторые думают, зачем мне брать Манжаро новый за 4 миллиона, либо любой другой автомобиль, когда в альтернативу можно взять там вышеперечисленные Тойоты, японцы, европейцы, корейцы. Но не все понимают, что те картинки, которые вы видите сегодня на досках объявления, соответствуют реальности, соответствуют описаниям. Обмана очень много. В одном из роликов предыдущих, вот, человек занимается подвором, описал, что едешь смотреть из 100 машин определенных, там 90 машин будет с брехнёй. Поэтому здесь тонкостей очень много и верить в чудеса не стоит. Запустить серию роликов. Китай собачье говно, эти машины сгниют через год. Лучше купить старого проверенного немца, европейца, японца, корейца. Вот кто купил, друзья, если среди вас реально таки есть, почта моя на экране, обязательно пишите. Очень интересно послушать вот эти истории, с разных сторон посмотреть, ведь истина рождается во время спора. Тем не менее, продолжу. Чего сегодня мы не говорим про рынок новых автомобилей привезённых? X3 это с пробегом. Понятно, здесь спорно, но ведь можно же купить машину новую, давайте посмотрим цены на какие-нибудь популярные версии. Вот где жесть, вот где весело. Ну, смотрите, давайте посмотрим по нарастающей. Какие машины у нас востребованы? Ну, вот Kia Rio, хорошая машина, хорошая машина, хорошо. И брали, я сейчас выставляю фильтр, просто новые машины. На всю страну их там буквально по пальцам, 54 машины. Kia Lux, комплектация, да, миллион девятьсот десять за машину 2021 года. Миллион девятьсот десять. Я вам называю цены сразу, там, вот, как, по крайней мере, пишут, не от, а вот миллион девятьсот десять. Кто? Желающий есть? Двадцать второй год, два миллиона сто девяносто шесть тысяч. Посмотрим, вот, хорошая, да, моделечка, Rio X. Многие хотели повышенный клиренс, багажник поинтересней, кузов сам по себе. Два миллиона четыреста сорок тысяч рублей. Как вам? За двадцать второй год. И эта машина, обратите внимание на фары, галогеночка. Это какая-то простенькая комплектация, комфорт. По-любому, на тряпке ни хрена в машине нету. Идём дальше. Kia Sportage в новом кузове. Как вам? Вот это вот, ребята, сейчас будет интересно. Выставляем фильтр. Шестьсот тридцать шесть автомобилей в продаже новых. Из них шестьсот тридцать один от одного дилера Автомира. Вот здесь вот то, о чём я вам говорил в самом начале. По-живому вам всё показываю. Ну, вот, смотрите. Sportage. Первая цена. Я ставлю фильтр по возрастанию. Новый Sportage 23-го года в наличии от два миллиона триста тридцать тысяч рублей. Ну, уже, наверное, захотели, уже так, а вот с этого момента поподробней. Давай, давай. Я тоже буду смотреть по фотографиям. Ну, ты глянь. Новенький, беленький. Видно то, что комплектация-то не простая, не база. Ну, всё. Надо брать. Что происходит дальше? Опускаемся ниже. Максимальная скидка. Один миллион шестьсот тысяч рублей. Подробности узнавайте по телефону. Соответственно, позвонив, ну, надо продолжать. Позвонив, там тебе расскажут, что сдай машину, сдай квартиру, сдай всё. Тогда будет такая цена. Поэтому три миллиона девятьсот тридцать тысяч рублей. У меня даже возникают вопросы. А точно ли за эту цену в нал машину отдадут? Просто на практике своей, сталкиваясь с дилерами, это казино. Это рынок, как они будут тебя обрабатывать. Возможно, отдадут в эти деньги. Возможно, когда услышат наличие, скажут, да не, четыре пятьсот. Вот, я это всё проходил, я это всё показывал на канале. Есть эти ролики. Кто не подписан, подпишитесь. Мы уже звонили и все различные сервисы по подбору машин проверяли. Просто по-живому показывали, как цена в моменте вот так вот меняется на полмиллиона или миллион в большую сторону от заявленной. И подчёркиваю, это два литра передний привод. Собственно, смысл вам понятен. Если начать смотреть комплектацию с полным побогаче, это будет пять миллионов, местами шесть. То же самое с Toyota и то же самое с Toyota Prado и прочее-прочее. Mazda CX-9 я смотрел там в жирных комплектациях по семь, восемь, девять миллионов рублей сегодня продают. Поэтому отвечаю вот на комментарии. Сам ездит на BMW, а нам китайцев втютюхивает. Ребята, вы должны услышать, вам никто ничего не втютюхивает. Вы сами всё это покупаете, вы сами выбираете, на чём вам ездить. А точнее, народ голосует рублём. Кошелёчек ваш выбирает, на чём ездить. Хочешь BMW? Милости просим. X5 15 миллионов рублей. Новый. Новый. Который только-только кузов вышел. Пятёрочку возьми себе за 10-12 миллионов рублей. Она стоит, ждёт тебя. Зачем новую? 530-й дизель, хороший моторчик. 5-6 миллионов с пробегом под 100 тысяч. 4-5 миллионов с пробегом под 200 тысяч. 4-5 лет. Таким образом, я вам озвучил реалии всего того, что происходит на нашем рынке новых автомобилей. Мы затронули тему автомобилей с пробегом. Хорошо это или плохо, здесь уже смотрите сами. Ведь каждый считает денежки в своём кармане. У кого есть вся сумма, тот может воспользоваться дополнительной выгодой. У кого есть потребность купить машину, но ему по-любому нужен кредит, да и взнос первоначальный маленький, здесь уже нужно всё считать. Потому что местами вы можете выйти в ноль, а местами покупка для вас будет действительно дорогая. Напоминаю, что я активно веду телеграм-каналы, куда выкладываю подборки с автомобилями разных марок. Нахожу, все цифры расписаны. Вы можете зайти, посмотреть, что почём продаётся. Надо, пожалуйста, сделочку вам организуем. Далее, жду вас в это воскресенье с 9.00 на канале с воскресным выпуском. До новых встреч, пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»